А теперь переходим к новостям города. Уфа готовится к летнему сезону. Продолжаются работы по благоустройству парков нашего города, сажают зеленые насаждения, на некоторых улицах ремонтируют дорожное полотно. С целью проверить ход работ глава города Ирики Лалов посетил парк имени Якутова, сквер 50-летия Победы и оценил ремонтные работы на улице Интернациональной. А где зона отстоя общественного транспорта? Я же давал поручения такие. Вы опять сделали там карман для остановки. По поводу ремонтных работ на улице Интернациональной глава города Ирики Лалов сделал несколько замечаний. Карман для общественного транспорта необходимо расширить, создав комфортные условия для высадки и посадки людей на автобусы, установить камеры видеонаблюдения, а также уделить внимание грамотному строительству тротуаров. Ирика Ишмухаметович подчеркнул, что необходимо строить не просто по стандартам ГОСТа, которые во многом уже устарели, а брать пример со стран Европы, где к строительству подходят с рациональной точки зрения. Начиная от проспекта Октября, Калининский район, ни один газон не содержится. Но у вас нет же возможности содержать газон? Нету. Зачем тогда вы их здесь делаете вот такие, которые впритык к проезжей части? Полметра, метр ширина. Кому не нужно? Делайте вот там хорошее зеленое насаждение, делайте скверики, разбивайте газоны. Это же у нас улица не вывозная, отвальная будет. Здесь зимой будет снег складировать. Ну что от газона останется? Ничего от него не останется. После глава города Ирики Лалов осмотрел ремонт дороги на улице Кирова. По словам сотрудников администрации, в этой части города ремонтируют не только саму проезжую часть, но и тротуары, газоны, а также устанавливают наружное освещение. Ремонт дорог выполняется с учетом доведения параметров до нормативных требований, то есть производится расширение дороги. Ну в частности, если взять, у нас вот наболевший участок был перекресток улиц Айска и Кирова, то есть там ширина проезжей части до начала работы составляла 9 метров, на сегодняшний день параметры дороги доведены до 13 метров. То есть из двух полос ранее существующих будет 4 полосы движения. Также в ходе выездного оперативного совещания чиновники оценили и ход работы в парке имени Якутова и сквере 50-летия Победы. Напомним, что в последнем уже произведен ремонт. Постелен новый асфальт, установлены скамейки, евроконтейнеры для мусора, уложена тротуарная плитка и созданы зоны отдыха. Ирикиш Мухаммедович подчеркнул, что на сквер 50-летия Победы следует равняться и остальным паркам. Вот спортивное ядро и детское ядро должно быть такое же, как в парке 50-летия Победы. Такого же уровня должно быть. Вы туда съездите, посмотрите. Мы сейчас только оттуда приезжаем. Там вполне все очень качественно и достойно выполнено. Уровень должен быть не хуже, а может даже и лучше. На сегодняшний день в парке Якутова производится замена газона, устанавливают необходимое освещение и прокладывают дорожки вокруг озера. В планах также посадка деревьев и оборудование велопарковки. Алла Сухофизова, Павел Сагитов, городской телеканал ЮТВ.